Всем привет! Сегодня 8 декабря 2021 года. Мы с вами находимся на трассе Н-07, Киев, Сума-Юна-Кивка. В этом обзоре я вам буду показывать, как ремонтировать эту трассу и объекты на ней расположены. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, вступать в нашу группу в фейсбук, подписываться на нашу страницу в фейсбук. Поддержать мою деятельность вы можете на патреоне или через банковскую карту. Мы находимся на трассе Н-07, Киев, Сума-Юна-Кивка. Честно говоря, сегодня просто омерзительный день для съемки обзора. Температура порядка 0 градусов. Временами легкий гололед на дороге. Идет дождь. Я веду свой обзор под зонтиком. Периодически дождь сменяется мокрым снегом. Кто-то наверняка напишет мне в комментариях, зачем я выезжал на съемку именно сегодня. Почему нельзя было чуть раньше или чуть позже это сделать. Но те, кто постоянно следят за моей деятельностью, я, конечно же, знаю, что у меня очень плотный график моих обзоров. И для того, чтобы через определенный промежуток времени успеть еще в этом году поехать, показать вам наши любимые запорожские мегамосты. Может быть, мы еще попадем в Кременчуг. Наверняка нам надо попасть на Сулу, на трассу Н-08, где уже произвели надвижку половины моста. Для этого мне просто необходимо было сегодня поехать в Черниговскую область. Я эту поездку давно планировал. Вы меня просили показать, что происходит на трассе Н-07. У меня это долго не получалось. И сегодня я очень надеялся, что прогнозы погоды немножко соврут, когда часто бывает. И обещанный дождь все-таки нам заменят небесная канцелярия на какую-то более-менее сухую погоду. Ну, пока этого не наблюдается, но есть надежда. Может быть, все-таки впереди дождь закончится, и мы сможем полетать еще. Для начала давайте сориентируемся, где мы находимся. А находимся мы практически в начале трассы Н-07. А начинается она от трассы М-01, ведущей из Киева на Чернигов. Вот там вот проходит трасса М-01. Это объездная Броваров. И перед нами путепровод, который чинила компания Азвирт. Насколько я вижу, я туда не заезжал сегодня, потому что это не совсем относится к теме нашего обзора. Но я вам показывал этот путепровод в прошлый раз. Если не ошибаюсь, летом. В обзоре объезда Броваров и ремонта трассы М-01 на Чернигов. Путепровод был перекрыт. Сейчас он открыт для движения. Там в основном основной проезд сделан. Насколько я заметил, когда подъезжал к путепроводу, все съезды-заезды обновлены, сделаны красиво. Но какая-то техника строительная там еще работает, потому что я сюда подъезжал еще в темноте и видел желтые мигалки там присутствуют, что-то еще там делается. Но, как мы видим, и на путепровод, и с путепровода движутся машины. За путепроводом у нас находится, если верить карте, Квитневе. А Квитневе это у нас какие-то предместья Броваров уже. Итак, трасса 07, начиная с Броварак, далее направляется вот в ту сторону. Пересекает границу с Черниговской областью. На территории Черниговской области значительный ее отрезок находится. Далее она попадает в Сумскую область. Проходит мимо Сум. В прошлом году я вам показывал, как ремонтируют как раз Сумскую часть. Там у нас были Виаконовские водопропускники. Работала автомагистраль Пивдень на большом участке. Мы доехали практически до Сум тогда. Далее за Сумами дорога идет в направлении российско-украинской границы и заканчивается там на КПП. На этот раз я вам покажу, как ремонтируют дорогу в Киевской области и в Черниговской. На Черниговскую область припадают порядка 143 километров протяженности дороги. На Киевскую порядка 36. О Черниговской части дороги я вам расскажу чуть позже, когда мы переедем границу областей. Что же касается той части, где мы сейчас находимся. Здесь два участка ремонтных есть, которые в этом году активно ремонтировались. Правда, вот сейчас вы видите перед собой, это уже финальный слой щема. Уже нанесена разметка холодным пластиком. Но это только кусочек, как мне сказали, по информации от службы автомобильного графа Киевской области. Два участка. Первый до 7 километра, второй до 15 километра. Там еще не завершены работы и финальный слой на большей части будет наноситься в следующем году. Первый участок, 7 километров, ремонтирует компания DS Prom Group. Такую компанию мы уже встречали недалеко от Кропивницкого. Там несколько участков у них. Следующий участок до 15 километра ремонтирует Броварскеш и БУ-50. Такую компанию мы еще не встречали. Посмотрим, что там делается. Ну, как вы понимаете, в такую погоду сейчас никаких дорожных работ вестись не будет. Может быть мы что-то увидим, ну не знаю, по обочинам, по тротуарам. Но это в лучшем случае. А в худшем случае ничего не увидим. Поэтому будем просто ехать и я буду комментировать, где будет это целесообразно, что мы видим на дороге. Что касается Черниговской области, там нам обещают очень много мостов. Поэтому даже в такую погоду по мостам, вы знаете, работа идет. Я надеюсь, там у нас более интересная часть обзора получится. Итак, отъезжаем от объезда Броваров и движемся в сторону границы с Черниговской областью. Итак, мы въезжаем на первый ремонтный участок и сразу же попадаем в населенный пункт Красылевка. Перед Красылевкой у нас пытаются сделать островок опасности. Вы знаете, я очень скептически отношусь к таким способам замедления трафика, потому что они очень много вызывают аварий. Но, тем не менее, сейчас такая тенденция пошла, что везде их ставят. Я думаю, это очень спорное решение, но не нам критиковать. Посмотрим, как все получится в результате. И сейчас мы едем по нижним слоям асфальтобетона. Ехать нам по ним примерно 7 километров. Видим, еще какие-то островки-разделители появляются. Видимо, это связано с примыканиями второстепенных дорог. Я хочу попросить у вас заранее прощения. У нас будет периодически пропадать резкость, потому что, вы понимаете, когда перед камерой шевелятся дворники, постоянно приходится смахивать дождь, то камера не всегда успевает перестроиться. Дорога у нас идет прямо через Красиловку, если верить в Вейзу. Пока мы движемся, я думаю, не будет лишним, если я упомяну, как я сюда доехал. Из Киева я свернул на объезд Броваров. Там у нас начинается трасса М-01. Именно ее часть, которая припадает на объезд Броваров. Почему я такое уточнение делаю? Потому что, вы знаете, у трассы М-01 есть еще кусочек подъезд к Броварам. В общем, дорога шикарная. Правда, к сожалению, я уже сказал, я ехал в темноте. И пока нигде не работает система освещения. В то же время, по основному проезду, все сделано. Дорога очень ровная. Только на путепроводе в Княжичах два раза чуть-чуть тряхнуло машину. В целом, машина стоит, как влетая на дороге, едет. Никаких проблем нет. Там, напоминаю, у нас ребята из Азвирта работают. И что касается дорог, это их конек. Я вам уже рассказывал их слов. Они делали в Азербайджане у себя, на родине, трассу для какого-то этапа Формулы-1. Так что, я думаю, что такая рекомендация многого стоит. Мы продолжаем ехать по Красиловке. Дорога, как видим, здесь второй категории. У меня, к сожалению, нет информации, в каком состоянии дорога находилась ранее. Такую информацию мне предоставили только по Черниговской части. Но там, конечно, что-то страшное. Я уже сказал, дорога там имеет протяженность 143 километра, из которых порядка 78. Это была бетонка старая советская. Там все демонтировалось. Она просто на песке была построена. Я не знаю, там были плиты готовые, или же их бетонировали в советское время по месту. Но, тем не менее, все это сейчас оттуда снято. Также 68 километров, если не ошибаюсь. Было... Мне даже вообще трудно представить себе, что это за материал. Он называется черным щебнем, который укладывался либо на песчаной, либо на щебневой основе. И местами там попадались старые асфальты какие-то. Это все тоже демонтировалось. Но это все будет у нас по Черниговской области. Если вы знаете вот эти вот 36 километров по Киевской области, что здесь было раньше, можете мне написать в комментариях. Сейчас это все делается в рамках программы Вылоги Будемництва. Хотя есть еще в этой программе такой подпроект инвестиционный специальный, который называется «Приведение пути Киев-Сумы-Харьков к современным стандартам». Я не ручаю за точность этого сложного названия, что я его правильно по памяти вам передал, но суть вы уловили. То есть смысл построить из Киева в Харьков дорогу, которая уже будет выдерживать все современные нагрузки. Ну что, вот мы едем по нижним слоям. В принципе, дорога более-менее приличная, как для промежуточного слоя асфальтобетона. Пока мы видим, нету еще обочин. Точнее, они как бы есть, но они грунтовые. И туда в дождливую погоду очень стрёмно выезжать. Все это будет доделываться в следующем году. Как мне сказали, по Киевской области, вот эти 15 километров первые, они будут завершены в следующем году. И оставшиеся километры с 15 по 36, они сейчас находятся в проектировании. Соответственно, наверное, следующий год, может быть, в 2023 закончен, может быть, успеют за 2022. Все зависит от того, насколько быстро все это утвердится, насколько быстро отыграется тендер и будет ли финансирование. Да, мы видим, очень много заготовок для островков опасности попадается. Ну, а мы тем временем выезжаем из Красиловки. Здесь можно немножко разогнаться. Проехали мы уже порядка 5 километров, так что... До двух километров нам еще осталось ехать по участку компании DS Prom Group. Ну, как я и предполагал, в такую погоду никакой техники мы здесь не видим. Сейчас что-то копать в земле, это вообще бессмысленно. Я не могу сказать, что покрытие промежуточное идеальное. Местами немножко подтряхивает. И местами наблюдаются сегрегации. Но, в принципе, это не так плохо, насколько я знаю, для промежуточных слоев. Гораздо хуже, если бы это было на финальном слое уже. Мы заезжаем в населенный пункт Гоголев. Здесь я вижу уже основания забетонированы под опоры освещения. Это значит, что здесь все будет освещено. Пока у меня нет информации, будет ли здесь тротуары, либо же обочины. Ну, бортиков я нигде не вижу под повышение на тротуар. Конечно же, что необходимо здесь упомянуть в очередной раз, это то, что сейчас все дороги ремонтируются по современным стандартам. Сделается по-любому несколько оснований. Это и щепневопесчаная смесь, это и тощий бетон, либо же сфов, что является щепневопесчаной смесью с добавлением частично отфрезерованного материала и каких-то связующих минеральных, органических. Поэтому еще называется это органоминеральная смесь. Для чего это делается? Для того, чтобы распределить равномерно нагрузку от верхних слоев дорожной одежды на нижние слои подушки. Здесь мы видим, едем по насыпи. Также делается для того, чтобы предотвратить распространение трещин с верхних слоев асфальтобетона вниз и, соответственно, снизу вверх. А также такие подушки из тощего бетона или сфов превращают комканье смещения дороги на каких-то разуклонках, на подъемах, на спусках. Все это, понятное дело, удорожает стоимость ремонта или строительства. Здесь, кстати, делается капитальный ремонт, что на киевской части, что на части черниговской. Поэтому не совсем корректно будет, когда сравнивают стоимость ремонта дороги, скажем, 4-5 лет назад с сегодняшней стоимостью. Не считая того, что большинство материалов подорожали, но также изменилась совершенно технология. Если раньше в основном делали просто фрезеровку верхних слоев старого асфальта, на него накладывали, иногда и в прямом смысле, верхний слой асфальта, и после этого все это начинало разваливаться уже за 2-3 года, то сейчас это все делается совсем по-другому. Ну, пока у меня не было возможности сказать и показать вам, что происходит с дорогой по новым технологиям, сделанной через лет 5. Но, по крайней мере, на 5 лет в основном гарантийные обязательства у подрядчиков есть. Это значит, что при правильном соблюдении всех технологических моментов, дорога не менее 5 лет должна простоять как новенькая. Мы продолжаем ехать по Гоголеву. Вообще, какой смысл этой дороги? Это самая короткая дорога, которая ведет из Киева в Сумы. Через Чернигово, вы знаете, она не проходит, Чернигово остается севернее. А кому надо быстро попасть в Сумы, те скоро смогут воспользоваться этой дорогой и сделать это достаточно беспроблемно. Как-то так абсолютно незаметно мы проехали уже 12 километров от начала нашего пути, так что сейчас у нас уже под колесами асфальтобетон, который укладывала Броварскэш и БУ-50. Ну, какой-то большой разницы, честно говоря, я не заметил, но... У большинства фирм примерно одинаково выглядит выравнивающий промежуточный слой. Есть только небольшое число фирм, которые я, кстати, чаще всего показываю, не буду сейчас их расхваливать. Но у них идеальный получается как промежуточный, как нижний слой, так и верхний. Если взять, допустим, тех же белорусских дорожников, то у них очень интересно. Не всегда у них получается хороший промежуточный слой. Не всегда у них получается хорошо сделать поверхность стощего бетона или сфов. Но при этом конечный результат в основном достаточно классно выходит. Ну, видимо, есть свои какие-то технологические моменты. В частности, ребята из РДС мне говорили, и ребята из Автострады мне подтверждали это же. Если ты стараешься сделать практически идеальным поверхность промежуточного или же выравнивающего слоя, то потом тебе гораздо меньше материала приходится тратить на качественную укладку финального слоя. В этом, конечно же, есть своя правда. Потому что если нижние слои горбаты, то финального покрытия больше входит на нивелирование, выравнивание всех этих горбов и неровностей. Мы проехали порядка 15 километров. Где-то вот-вот должен закончиться второй участок. И, я думаю, вы уже сами заметили, примерно в одном и том же состоянии готовности находится дорога. То есть, нижние слои. Грунтовая обочина, на которой очень опасно выезжать в мокрую погоду. И вот мы переехали на старый асфальт. Похоже, здесь тоже была бетонка. Потому что мы видим регулярно повторяющиеся поперечные трещины. Это явно бетонка, закрытая асфальтом. Когда она строилась, мне трудно сказать. Но могу предположить, что это были те же годы, когда строилась и Черниговская часть. Там у меня информация следующая. Дорога строилась с 1965 по 1980 год. Каких-то серьезных капремонтов потом не проводилось. Но можно предположить, что дорога однотипная. Значит, наверное, те же самые годы постройки и на Киевской части. В принципе, надо сказать, что дорога более-менее прилично выглядит. Есть легкая колейность. Есть, конечно же, трещины поперечные. Но каких-то ям, каких-то ступенек, которые обычно, необычно, но часто вызываются поднятием отдельных плит бетонных в советских бетонках. Я такого не вижу. Дорога узковатая. Она не подходит ни под какие современные стандарты. Но, как раньше, можно сказать, местная дорога. Она использовалась. Таким образом, она дожила до сегодняшнего дня. Кстати, что еще следует отметить, это то, что дорога, она расширяется в тех местах, где габарит у нее недостаточный. Также еще раз повторюсь, чтобы чем-то занять ваше время, пока мы наблюдаем старенькую дорогу. Кстати, вот здесь мы выехали на участок с сильной колейностью по бокам. Просто выдавлен асфальт в сторону. И приветствует нас село Русанев. Итак, я продолжаю. В Черниговской части нам пообещали большое количество мостовых сооружений. Заезжаем в Русанев. Видим грунто-смесительную установку. Чью не знаю. Вроде бы как свеженько выглядит. Может быть, кого-то из подрядчиков, которые работали на предыдущих участках. Впереди у нас несколько мостов через реки. Несколько путепроводов. И какое-то очень интересное гидротехническое сооружение. Что-то наподобие водопропускной системы от водохранилища. Я пока это описываю очень предварительно, потому что сам понятия не имею, что это такое. Но, тем не менее, думаю, сегодня у нас будет интересный обзор. Хоть и под дождем. Пока мы едем по Русанову. Здесь дорога убитенькая. Не такая хорошая, как... Если можно назвать ее хорошей для 80-х годов. Как мы ехали сюда. От предыдущего населенного пункта. Хотя, похоже, все-таки здесь тоже бетоночка. Где-то под асфальтом есть. Мы выезжаем из Русанова и переезжаем через реку Трубиш. Тут у нас мостик. Мостик, похоже, не ремонтировался давно. Поэтому, думаю, в рамках ремонта этого куска дороги предстоит ремонт моста. Правда, мостик такой не очень большой. Так что, думаю, масштабного ремонта там не предвидится. Далее у нас снова продолжается более-менее приличная, как для 1980-х годов, дорога. Правда, она узенькая. На высокой насыпи. Достаточно неуютно разъезжаться с большими встречными машинами. Также местами слишком близко поросль подходит к насыпи. Обочин практически нет. То, что могло бы быть обочиной, оно ниже уровня дороги находится. Там стоит вода. И вы знаете, я вам уже несколько раз об этом рассказывал в других обзорах. Когда такая обочина, то это способствует разрушению дороги по краям. Дорога начинает расползаться. Где-то обваливается, где-то ее выдавливают большегрузы. И она потихоньку сужается, сужается, сужается. Откуда мы и имеем дороги, где фактически одна полоса до двух встречных направлений движения остается. Езжаем в населенный пункт Перемога. Здесь, кстати, очень много таких сел. И они достаточно протяженные. Конечно же, если пытаться сделать эту дорогу скоростной трассой, то это все надо обходить. Но я не знаю, в ближайшее время вряд ли будет строить обходы на этой дороге. Видите, я периодически въезжаю прямо в озера воды. Это все вода, которая собралась в колеях. В основном более у нас по правой стороне полосы. Справедливости ради надо отметить, что на территории Перемоги состояние текущей дороги получше, чем в Русанове. В общем-то, оно такое же, как и на протяжении дороги между населенными пунктами. У меня нет информации. Проводились здесь какие-то средние текущие, мелкие текущие ремонты. Либо же просто дорога так хорошо сохранилась еще с каких-то допотопных годов. Мы выехали с Перемоги. Проехали мы от начала пути 30 километров. Для водителя еще могу такое замечание по безопасности сделать. Вот эти лужи, которые скапливаются в колее с правой стороны дороги, они достаточно опасны тем, что постоянно, когда колеса сюда попадают, машину пытаются увезти в сторону с дороги на обочину. Поэтому будьте бдительны, если едете в мокрую погоду, учитывайте этот момент. Мы въехали в бывший Бобровинский район. Проехали 34 километра от начала пути. Где-то уже очень близко граница с Черниговской областью. Дорога стала чуть хуже, но в то же время попадаются места ямочного ямочного ремонта и достаточно продолжительные лавки делались по краю дороги, по встречному нам направлению. Там, очевидно, были сильные разрушения. Также местами попадаются уже ямки, но не критичные. И здесь дорога из-за того, что она узкая, очень опасна в смысле разъездов с фурами, потому что фуры тоже пытаются по своей встречной полосе чуть подальше спрятаться от колей и выезжают на встречную полосу к нам. Так, и здесь мы останавливаемся для того, чтобы прочитать щит. Итак, я остановился для того, чтобы рассмотреть получше щит. Он не совсем обычный. Наверняка вы заметили, что здесь нету километровых привязок. Это не оплошность подрядчика, это не забывчивость, не случайность. Дело в том, что это одна из тех дорог, где сейчас проводится уточнение километровых привязок. Дело в том, что я вам уже рассказывал, по всей стране сейчас идет такая работа, где-то на километр, может быть, где-то совпадает, где-то 2-3 километра. Здесь, наверное, это самое большое расхождение из того, что мы с вами 30 километров. С чем это связано? С тем, что изначально эта дорога N07 шла из Киева и считалась, очевидно, от главпочтам, так как все дороги обычно считаются. Вот эти 30 километров до ее сегодняшнего фактического начала выбросили. Дорога сейчас начинается в том месте, где я вам показывал, где я начал свой обзор. Таким образом, мы сейчас находимся на 36-ом километре, плюс какие-то метры, это мы уже в Черниговской области, а по документам все проектные документы, они готовились по старым привязкам, и мы сейчас где-то на 65-ом километре, поэтому здесь для того, чтобы не сбивать водителей, соответственно, не указывали этого всего. Мы читаем на счете замовная организация территориальное подразделение Украфтодора, служба автомобильных дорог в Черниговской области. Ветеральная организация, то же самое, что и первый участок дела на Киевской части, это ТОВ ДС Промгрупп, ремонтируется в рамках программы в Лыке Будивнынство, трасса Н07. Сейчас у меня уже есть сопровождающий из Черниговской службы автомобильных дорог, за что большое спасибо службе и непосредственно ее сотрудникам, поэтому он мне прочитал целую лекцию, и оказалось, что эта дорога, она весьма необычна для нас, не только тем, что здесь разница в 30 километров от старых и новых километровых привязок, но и тем, что эта дорога из себя представляет. Так вы видите, вот эту насыпь, эта насыпь, она здесь 60-х годов, и фактически, если вы привыкли, то, что я вам всегда показываю, что там специально делается выборка грунта, какие-то дренажные слои щебня, потом песок, глина, опять песок, здесь этого ничего нет, то есть это все собиралось вот с окрестных полей, с окрестных лугов, все как-то подгребалось, и таким образом получилась насыпь, но она уже улежалась, устоялась, хотя в некоторых местах, как мне сказали, здесь достаточно много было грунтозамещения, но в некоторых местах вот провели, кстати, интересный момент тоже, если обычно проводят просто геологию, то есть в каких-то ключевых точках что-то там насверливают, потом геологи определяют несущую способность, материалы, которые там внизу находятся, грунты, что там еще может быть, и делают проект, то здесь проводилось полное георадарное сканирование, я с таким еще не сталкивался, но, как мне сказали, то здесь полностью какая-то специальная техника прошлась по вот этой дороге, и абсолютно объективная картина есть для проектирования, то есть здесь заранее знали, где пучины, где замокание грунта, где надо что грунта замещать, тут таких мест, я повторюсь, много, ну в данном случае вот в начале этой дороги здесь ничего не меняли, я имею ввиду в глубинных слоях насыпи, но здесь вообще достаточно интересный материал использовался для этой дороги, я вам говорил, что мы ехали вроде бы как по старой бетонке, но вот конкретно здесь 3 километра из 3,5 так называемый дегте грунт лежал, то есть это деготь, это природное, природного происхождения материал, который смешивался с песком, смешивался с так называемым черным щебнем, вот это здесь все укладывалось, не знаю, наверное, я бы не определил бы, что это такое на вид, может быть, и большинство из вас бы этого не сказали, как мне рассказали, как это все выглядело, все это как такой старый убитый асфальт, но он еще в жаркую погоду очень неприятный запах дегтя выделяет, кстати, деготь сейчас запрещен, сначала его запретили для населенных пунктов, потом его запретили для дорог в целом, потому что он канцероген, но тем не менее вот здесь это все было, что здесь делалось, все это перемалывалось сначала фрезой, потом делалось рециклирование с добавлением цемента и органоминеральных сумешей, как то кажуть, битум там, еще чего-то, получилась подложка толщиной в 20 сантиметров, сверху укладывался тощий бетон с ЧПС укрепленная цементом, сверху укладывалась геосетка и сверху укладывался слой выравнивающий 11 сантиметров крупнозернистого асфальтобетона, сверху укладывалось 5 сантиметров щема, между населенными пунктами это щема 20, то есть 20 это размер 20 миллиметров кубического щебня, который входит в состав щема, в населенных пунктах для того, чтобы тише была дорога, там использовалась щема 15, то есть более, более мелкий щебень, что здесь еще интересного делалось, габарит, габарит здесь изначально был 7 метров, причем это еще на самых хороших участках дороги, сейчас его сделали 8 метров, это дорога второй категории, но здесь много агропромышленности, здесь лесная промышленность есть, я имею ввиду на территории области, не только про этот кусочек, и здесь есть еще нефтяная промышленность, там в районе Прилуг, там и газ, и нефть добывают, возят конденсат, возят нефтепродукты, поэтому, хотя интенсивность движения, может быть, по количеству машин не супер большая, но в то же время очень много больших грузов ходят, поэтому здесь все с запасом делается, но по вторую категорию, то есть здесь сейчас вот этот пирог, который я вам описал, это подушка и верхняя дорожная одежда, они с запасом сделаны для того, чтобы по ним могли ходить большегрузные автомобили, кроме того, здесь еще по обочинам интересные моменты есть, на большей части обочин, вот под тем грунтом, который вы сейчас видите, геотекстиль, для того, чтобы ничего никуда не замыкало, не расползалось, в некоторых местах были такие фрагменты обочины, где постоянно скапливалась вода, поэтому делали так называемые ровыки поширения, я с таким никогда не сталкивался, хотя может быть где-то они и были, но нам про них никто не рассказывал, то есть там, где место есть, где скапливается постоянно вода, там выбирается на 2-3 метра глубины грунт с обочины, прокладывается геотекстиль, дальше фильтрационный мелкий щебень, все это оборачивается геотекстилем и засыпается, и получается, что вода своим естественным ходом туда спускается, фильтруется через этот щебень и уходит уже в сторону кюветной системы, вот примерно таким образом здесь все делалось, и так мы направляемся вперед, у нас 3,5 километра первого участка, этот участок, кстати, в этом году должны уже принять в эксплуатацию, как вы видите, здесь уже щема уложена, здесь есть разметка, все что надо присутствует, и не хватает только где-то остановочных павильонов, где-то какой-то сопутствующей инфраструктуры, то есть, как мне это описали в Черниговской службе автомобильных дорог, это погодонезависимые работы, то есть, может быть, мы даже что-то сейчас увидим, хотя очень мерзкая погода, я повторюсь, не знаю, наверное, вы это видите на экране, заляпывает дождем, я не успеваю протирать, итак, движемся, итак, мы едем по новой дороге, сразу карта нам показывает, и с двух сторон дороги мы видим все такое лесистое, красивое, это у нас уже начало Сивершины, фактически, хотя, такая основная Сивершина у нас дальше будет, но уже лесистая зона началась, дорога очень классная, машину не трусит, не кидает, правда, мы не сильно быстро движемся, у нас сейчас порядка 70-80 километров в час скорость, видим, сделаны, где необходимо, водовлавливающие лотки, сделаны примыкания, установлены сигнальные столбики, новые знаки, так что здесь уже такая самая-самая финальная стадия ремонта, правда, километровые знаки пока еще остались старые, но, как мне объяснили, это не со старой привязкой установлены новые знаки, это в рамках эксплуатационного содержания дороги, устанавливались какое-то время назад новые знаки, их еще не поменяли, как видим, здесь на примыканиях таких серьезных второстепенных дорог сделаны полосы разгона торможения, на маленьких не делается этого, это мы 68-й километр, когда я вам говорю 68-й или какой-то другой километр, то вы сразу в уме отнимаете примерно 30 километров для того, чтобы знать сколько это от объездной Броваров, там где будет уже по новым привязкам, там я вас предупрежу, что километраж по новым привязкам, въезжаем в Нижинский район, поворот на красный, на бирке, видим там, где большая развязка, там достаточно полос разгона торможения, то здесь мы едем практически 4-х полоска, и вот у нас заканчивается участок наш, подъезжаем к следующему информационному счету. Я вышел для того, чтобы показать вам эту замечательную развязку, которая образована несколькими примыканиями второстепенных дорог, мы видим здесь целых раз, два, три, четыре, пять полос, шикарная разметка, четкая, нанесена холодным пластиком, хорошо видно ее, вы знаете, холодный пластик, по крайней мере, производители работы, производители этого пластика обещают, что он в течение пяти лет должен не стираться, не смываться, и как мне дала информацию служба автомобильных в Черниговской области, что здесь вся дорога на протяжении ее по области будет в разметке в холодном пластике. Что еще здесь мы интересного видим, это тротуары, бордюры, все очень удобно сделано, безопасно, новые знаки, мы видим, подсыпались на примыканиях грунтовые откосы, и здесь у нас заканчивается участок DS-Prom Group, причем 400 метров этого участка последних это уже была бетонка, сейчас про бетонку я вам отдельно расскажу, но для начала мы почитаем, что у нас хорошего на счете написано, правда здесь уже обнаружилась ошибочка, это не критично, но здесь указан неправильно заказчик, здесь указана служба местцевых автомобильных дырих Черниговской области, на самом деле здесь Украфтодор, ну видите, вот главный организацию правильно указали, а тут что-то ошиблись, поэтому мы ребятам поставим на вид, итак, здесь заказчиком является служба автомобильных дырих в Черниговской области, здесь у нас идет участок один, и за ним следующий, второй, встык автострада, СП автострада, наших старых хороших знакомых, ремонтируется здесь все капитальным ремонтом, в рамках программы великобудивництво, и они, как видим, указали тоже старую привязку километровую, но в принципе они все правильно сделали, потому что в документах проектных у них еще старый километраж, и мы узнаем, что здесь 69-79 плюс 150 метров, километры, это один участок, второй участок тоже где-то чуть-чуть больше 10 километров, получается у нас 21 километр впереди участок автострады, там уже все сделано, как мне сказали, в верхних слоях, щема 20, щема 15 в населенных пунктах, и сейчас делается инфраструктура сопутствующая, должны делать разметку, ну как вы понимаете, еще раз повторяюсь, в такую погоду этого никто не делает, но что-то может быть мы там увидим, но что-то я там вижу, что-то мигает впереди, поэтому сейчас поедем посмотрим, но давайте для начала я вам расскажу, как здесь делался конструктив, и что здесь было, здесь уже, как я обмолвился, 400 метров начался участок, длиннющий участок, где была старая советская бетонка, причем мне сначала дали информацию, что это железобетон, но как оказалось, там не совсем железобетон, то есть эти были плиты, советские плиты, толщиной 20 сантиметров, сама плита, она состоит из чистого бетона, а армирование там делалось только по углам, для того, чтобы можно было сваривать между собой разные плиты, соответственно, делалось измельчение или дефрагментация этих плит, они не демонтировались совсем, то есть они не вывозились отсюда никуда, автострада, вы наверное, может быть, даже видели на их роликах, которые они у себя опубликовали, она пользуется такой штукой, интересно, это, ну что-то наподобие, не знаю, как в старину мололи зерно, то есть, такую вот штуку, которую тянули, и она перемалывала все, это называется импактор 3000, то есть это какой-то такой вот валик, еще и с кулачками, его тянет трактор, бульдозер, фронтальный погрузчик, и он вот так вот губ-губ-губ-губ-губ-губ делается, он не круглый, он такой треугольного, наверное, сечения, ну, близко к этому, и, соответственно, он ломает эти плиты, для чего это делалось, для того, чтобы снять внутренние напряжения в плитах, причем, говорят, некоторые плиты действительно стреляли в прямом смысле этого слова, то есть внутренние напряжения там были настолько, что когда там что-то подламывалось, она выстреливала куда-то в сторону, все это необходимо было для того, чтобы придать такую равномерную основу, причем, здесь тоже проводилось георадарное сканирование, находились места, где под плитами обнаруживались пустоты, в этих местах просто снималась часть плиты и туда специальные смеси заполнялись, все это укатывалось катками, для того, чтобы все было равномерно и имело постоянную несущую способность, но большая часть это все-таки просто измельченные плиты, потом по ним виброкаток тяжелый проходился, для того, чтобы это все выровнять и уплотнить, после этого 20 сантиметров укладывалось ЧПС, укрепленное цементом, то есть бетон, потом на битумную эмульсию укладывалась геосетка, сверху 11 сантиметров крупнозернистого асфальтобетона и сверху 5 сантиметров щема, то есть, ну в общем конструктив похожий, только там, где у нас был вот этот дегтевый асфальт, если его так можно назвать, я говорил, там ресайклер использовался, то здесь ресайклера не было, потому что здесь эти плиты, они были голые, голая бетонка, поэтому здесь просто был точный бетон без добавления фрезы и чего-либо такого, вот примерно так это все делалось, но теперь едем смотреть, и где-то там еще впереди у нас будет в конце вот этого участка капитальный ремонт мостика. Ну и для более точного ориентирования я еще раз сверился с картой, вот эта дорога, это у нас поворот на село Соколивку, примерно 3 километра отсюда оно находится. Итак, мы движемся уже по участку автострады, здесь неизменно отличное качество, вы знаете, я уже неоднократно отмечал, что автострада, она, ну пожалуй, одна из лучших в Украине, которые всегда неизменно хорошее качество делают, причем мы видим, точнее не видим холодного стыка по центру, это тоже их фирменная фишка, есть у них какие-то хитрости, которые им позволяют холодный шов делать абсолютно невидимым и неощущаемым на ощупь. Да, впереди видим, работает какая-то дорожная техника, сейчас будем смотреть, чем они занимаются. Мы видим заасфальтированные примыкания второстепенных дорог, место под обочину подготовлено уже, но именно укрепленная обочина пока отсутствует, насколько я понимаю, это на следующий год переходит работа, там, где необходимо, даже сейчас мы совсем-совсем малозаметный подъем обнаруживаем и есть водолавливающие лотки, очевидно, еще будут водосбросы, потому что я вижу места оставлены под них явно. Так, мы приближаемся на встречу, едет экскаватор на какую-то другую локацию, а впереди по нашей стороне работает экскаватор, похоже, занят он обочинами и певетными системами. Да, что-то подравнивает на обочине, у него широкий такой планировочный ковш. Да, видим все съезды даже на полевые дороги, заасфальтированы уже в верхних слоях. Еще интересная информация, буквально в режиме онлайн мне поступила от моих сопровождающих из службы. Оказывается, на капитальный ремонт сейчас установлены сроки 10 лет, на средний поточный 5 лет. Я вам упоминал про пятилетнюю гарантию, но это если более простой вид ремонта, здесь компания автострада будет 10 лет отвечать за свою работу, поэтому все делается очень качественно. Что я еще по ходу дела замечаю, это большое количество остатков железобетонных сборных водопропускников, поэтому я сразу уточнил, здесь менялись почти все водопропускники, их здесь большое количество, и сейчас как раз вывозят остатки старых. Здесь такая работа также проводилась. Теперь мы въезжаем в село Новая Басань, здесь у нас мостик в конце села, мост через реку недра. Тут мы видим уже выставленные бортики под тротуары, где-то уже даже вообще в него песчаная подушка лежит, причем видим работает техника, чем-то занимается экскаватор, то ли загружает, то ли выгружает что-то из самосвала. Да, тротуары в основном есть, причем с левой стороны от нас даже уже заасфальтированные. мостик через недру еще раз повторюсь, будет капитальным ремонтом ремонтироваться. Наверняка вы заметили несколько больших луж, которые из-за разуклонки, из-за того, что все-таки не идеально прямая дорога, а есть более высокие, более низкие места, скапливаются возле тротуаров. И я более чем уверен, что если я вам не скажу сейчас дополнительную информацию, вы конечно начнете мне в комментариях писать, что вот некачественно сделано, здесь будет лужа постоянно, поэтому конечно же пользуясь тем, что со мной в машине едет сопровождающий, я задал ему этот вопрос и получил достаточно аргументированный ответ. Здесь в первую очередь старались до зимы сделать асфальтирование, потому что вы понимаете, что надо было по возможности максимально быстро накрыть верхним слоем нижние слои, но далее будут делаться специальные водоотводы, то есть в тех местах, где скапливается вот такое большое количество воды, вы видите, здесь настолько много воды, что она даже переливается через тротуар, там будут делаться прорезы в бортовом камне, прорезы в готовом тротуаре, там где он будет готов на тот момент, и будут устанавливаться специальные водоотводящие лоточки, так называемые крытые пешеходные, которые будут выпускать эти лужи на внешнюю сторону тротуара, ну а там, соответственно, будут делаться либо кюветы, либо водоотводящие лотки куда-то дальше, так что этих луж здесь не будет, можете не переживать, также обратили мое внимание сразу же на то, что по первоначальному проекту здесь, ну как во многих населенных пунктах служба автомобильных дорог отвечает только за основной проезд, ну плюс тротуары, ну вот здесь то место, где я сейчас стою, видите, здесь идет уширение перед магазином, это такой замечательный пример взаимодействия конструктивного между местными властями и центральной организацией службы автомобильных дорог, то есть здесь попросили сделать перед магазином такое вот уширение и пошли навстречу, ну как это там оформляется я не знаю, но приятно, что у нас разные ведомства друг друга слышат, слушают и помогают, также я раз уж вышел, смотрю внимательно, что здесь еще есть, вижу, что здесь будет освещение, вот заложены бетонные тумбочки под установку опор освещения, попросили сделать акцент на том, что в селах особое внимание безопасности, то есть будут контрастные разметки на переходах, будет освещение в течение села, плюс дополнительное освещение на переходах, комфортабельные туалеты, комфортабельные остановки общественного транспорта на всем протяжении дороги, то есть это все сделано, причем я вспомнил в разговоре с сотрудниками службы о том, что недавно видел на выезде из Ровной, я вам это показывал, на остановках общественного транспорта сделаны специальные силовые столбики, для того, чтобы если вдруг кто-то не справится с управлением и вылетит на остановку, чтобы не покалечил людей, как оказалось, есть на этой дороге тоже несколько таких мест, где повышенная аварийная опасность, здесь уже были вылеты на остановке и там тоже установлены такие столбики, пока я не знаю, где это будет, но надеюсь, что мы обратим внимание, когда будем туда подъезжать, как минимум, где-то вот в районе Прилуг такое сделали, мне сказали, еще где-то есть несколько мест, и вот мы доехали до участка, где у нас заканчивается покрытие из щема, покрытие из крупнозернистого асфальтобетона, что называется почувствуйте разницу, и здесь мы видим остатки плит бетонных, но как мне объяснили, они в таком виде не были, то есть это уже после того, как по ним проехал импактор, после того, как их прижали виброкатком тяжелым, так что вы видите, что значит дефрагментация, то есть вот они на отдельные куски разбиты, тут нитевые трещины, здесь большие трещины для того, чтобы эти куски, они как бы сам один кусок от другого был отделен, чтобы снять напряжение, но в принципе вы видите, что это за плиты, то есть это такой крупный-крупный щебень, бетон, я вам говорил, что здесь был голый бетон, что здесь не было асфальта, вы здесь видите какие-то фрагменты асфальта, я тоже на них обратил внимание, но мне сказали, что это были чисто ямочные ремонты, то есть там, где были какие-то трещины в плитах, какие-то ямки, там их заделывали асфальтом, то есть здесь не было сплошного слоя асфальтобетона, и почему здесь собственно закончился уже новый слой крупнозернистого из щема, потому что впереди мы доехали до мостика через недру, сейчас подойдем, будем его рассматривать, помимо Продолжение следует... Продолжение следует...